Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, как выйти из отношений, когда я в слабой позиции. Партнер стал хозяином моей жизни, я сама посвятил ему все ресурсы два года уже. Отношения бесперспективные, его все устраивает, я устал, я в зависимости. Иногда, нет, в последнее время встречать я нахожу причины, в основном вру, задержалась на работе, что-нибудь случилось дома, чтобы не идти к нему, а остаться дома. Предстал окупать его в своей любви и заботе. Другого нет и не хочется, уйти совсем страшно пока. А он, уверен, никуда не денут и не держит совсем. Ну, давайте для начала разберемся в том, что вы пишете, в принципе, противоречие. Вы говорите о том, как выйти из отношений, но при этом пишете, что вам страшно. Соответственно, пока вам страшно, вы, в общем-то, из отношений выходить не будете, потому что вам страшно. И вопрос здесь заключается в том, наверное, это довольно логично. Так вам страшно или вы хотите из отношений выйти? Наверное, если вы хотите из отношений выйти и вам страшно, то нужно как минимум поработать со страхом. Разобраться в нем, оприметить его и так далее. Дальше. Вы говорите о том, что находитесь в слабой позиции. В чем эта слабость позиции заключается? Давайте вот так попробуем поставить вопрос. То есть, в чем она слабая? Вы говорите, вы пишете точнее, что партнер стал хозяином моей жизни, а сама посвятила ему все свои ресурсы. Ну, логично предположить, что вы же это для чего-то делали. То есть, вы же почему-то так поступили. Вероятно, вы пытались заслужить любовь. Своего партнера, я имею в виду, любовь. И вот, отсюда вопрос. А из чего вы пытаетесь заслужить любовь? Это не любовь к себе? Ну, как вариант. Это может быть что-то еще. Вы говорите, что вы боитесь выйти, уходя, ну, боитесь уйти. А что будет, если вы уйдете? То есть, вы боитесь одиночества. Да? Да? То есть, чем для вас является партнер? Что он для вас значит? Что вы, вот, боитесь уйти? Ведь наверняка есть какие-то этому основания. Вы пишете о том, что значит, отношения бесперспективны. Его все устраивает, а я устал. То есть, отношения бесперспективны. Что вы имеете в виду? Говоря о том, что они бесперспективны. То есть, какой перспективы вы хотите? Когда отношения перестали быть перспективны. Когда они были перспективны. Ну, то есть, вот, буквально, когда отношения были перспективными. Понимаете, да? То есть, вот на эти вопросы вам нужно, конечно, как я думаю, ну, поискать ответ. Потому что это важно. Дальше. Вы пишите о зависимости, и в зависимости от чего. Ну, совершенно точно, что вы в зависимости не от человека. Совершенно точно, что вы в зависимости от, эмммм, чего-то, что он вам дает. Вот давайте попробуем разобраться с тем, что он вам дает. Что он вам дает. Что он вам дает. Такого, что вы, ну, в зависимости. Ну, что вы в зависимости от человека. От него. Понимаете, да? Это очень так же важно. Ну, в смысле, важно с этим разобраться. Далее вы пишете, что в последнее время вы, значит, находите причины, чтобы не идти к нему. А, соответственно, соответственно, что изменилось. Ну, вот, опять же, буквально, буквально, что изменилось, что вы перестали хотеть к нему идти. Вы пишете о том, что вы устали. А устали от чего, если вы устали? Что вызывает эту усталость? Давайте с этим так же постараемся разобраться. Если усталость что-то вызывает, то давайте подумаем, что именно. Вот. Далее. Вы человеку почему-то прямо не говорите ничего. о том, что с вами происходит, что вы не хотите к нему идти, что подразумевает то, что вам что-то не нравится. Ну, это логично. Вот. Ну, вот, нужно посмотреть. Нужно посмотреть на то, что вам не нравится. Нужно посмотреть на то, что вас не устраивает, да, и для начала спросить себя, а могу ли я ему об этом, собственно говоря, сказать. Если могу, хорошо. Если не могу, то, извините, по какой причине? Ну, то есть, вы человека боитесь, что вы не можете ему сказать. Вы человек опасаетесь, что вы не можете опять же ему сказать. Да? То есть, вот, есть такое ощущение, что очень не всю информацию вы в данном случае нам даете. Далее вы пишите, перестал окупать его в своей любви и заботе. Опять же, а что изменилось? Что изменилось, то вы перестали его окупать в заботе. быть может, дело в том, что вы ну, как бы разочаровались в нем. Может быть, в этом все дело? Вы разочаровались в человеке, поняли, что ваши ожидания он не оправдывает и все получается. Если человек ваши ожидания не оправдывает, то логично предположить, что вы перестали хотеть его окупать в любви. но это вопрос ваших ожиданий, опять же. То есть, это вопрос того, чего вы ждете от человека. Что вы хотели от человека изначального. Понимаете? И не является ли то, чего вы хотели от человека изначально чем-то вашим? чем-то таким, чем-то что нужно вам, ну, вам, 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 вам самой, вам самой чего-то нужно. Да? вероятно. Вот, с этими моментами нужно разобраться. Вы пишите «Уйти совсем страшно пока», предполагается, что когда-то наступит момент, что вам не будет страшно. страх. То есть, вы как-то допускаете, что страх будет уходить. Отчего это зависит? И вот, как-то в целом, да, вы называете свою позицию слабой. А за счет чего ваша позиция слабая? Что в ней такого, что делает ее слабой? Как вы вообще приходите к тому, что позиция в отношениях может быть слабой? Как вы позволили человеку стать хозяином вашей жизни? Вот. Я бы, я бы для начала разобрался с вашими чувствами, проговорил бы их. А там, на мой взгляд, вы бы уже сами, в принципе, разобрались бы, что вам дальше делать. Но если речь идет об эмоциональной или любовной зависимости, то это, конечно, психотерапия, потому что это проблема с самооценкой, это проблема с самоидентификацией, вот, это проблема личной границы, это все корректируется, но постепенно. На этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать на с собой работу, желаю вам всего самого доброго. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...